МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Уикенд Навигатор, в которой мы рассказываем, как интересно и весело провести грядущие выходные. Повестка выходного дня очень насыщенная и состоит из большого количества зимних мероприятий. Несмотря на то, что у нас с вами весна, тем не менее, очень много всего проходит на улице, пока погода позволяет. Так, например, на стадионе Рекордс, находится в городе Кохма, 15 и 16 числа будут проходить состязания по лыжным гонкам для учащихся вузов. Еще одно лыжное мероприятие весеннее будет проходить 16 числа в Кинишме в парке 35-летия Победы. Начало в 11.00. В воскресенье еще одна массовая лыжная гонка будет проходить в деревне Мильцево Ивановского района. Старт также в 11.00. А в воскресенье в Химбанке ИГХТУ будет проходить состязание по всестилевому карате для участников 1-го и 2-го года обучения. Будет не очень зрелищно, но очень мило и самобытно. Вход свободный, обязательно приходите. О других интересных и ярких мероприятиях, культурных и развлекательных, расскажем поподробнее. Новое и долгожданное цирковое шоу. И какое заслуженный артист, лауреат конкурса в Монте-Карло Владислав Гончаров привез в наш город представление «Один среди львов», в котором удивляет зрителей невероятными трюками с участием африканских хищников. Для Владислава дрессура – дело жизни, которому он уделяет все свое время. «Потому что лев, вы знаете, что он 24 часа спит в сутки, и его поднять, раскачать – это очень сложно. Ну, тем более то, что это само по своим физиологически-биологическим данным животное такое, которое еле-еле ходит, он даже не охотится, он только отбирает добычу у львиц». Аттракцион со львами не единственный в этом шоу. Зрителей потрясет и впечатлит веселый клоун Коверный. Гости с заморей по имени Боб, а также номера с животными. Их в шоу достаточно, чтобы несколько раз замереть. От шока и удивления. «Нам очень понравилось, нам очень понравились гимнасты, нам очень понравились девушки, мы вообще такого не видели, которые перепрыгивали у парней на ногах. Это что-то феерично». Новая площадка для спортсменов и экстремалов открылась в Евролэнде. Ровное качественное покрытие подойдет для выполнения любых трюков. И здесь не замерзнешь зимой и не запаришься летом. «Здесь организована спортбаза, то есть место, где можно прийти позаниматься роликами, на скейтах покататься. Также у нас здесь реализована спортивная площадка по лазертагу. Проводим тренировки именно по спортивному лазертагу, который отличается от внеаренного лазертага. Также здесь привлекаем ребят, которые устраивают тренировки и соревнования на машинках на радиоуправлении». Прийти на тренировки может любой желающий. С детьми и взрослыми работают опытные инструкторы. «Ходить можно кто угодно, как взрослые, так и дети. Дети здесь могут всякими паровозиками кататься, играть, веселиться. А взрослые могут просто фитнес-катанием заниматься. Как по набережной ехать вперед, так здесь можно и кататься просто». Галерея современного искусства «Шестой этаж» представляет новую выставку под названием «Энергии сознания». На ней работы трех ивановских художниц. Работы сочные, стильные и очень позитивные. Каждый автор по-своему переосмысляет изображение человека, его образ и характер. Получилось ли художницам расширить сознание зрителей и посетителей, судите сами. «Во-первых, я закладываю позитив. Я люблю все доброе, хорошее, позитивное. И, наверное, все самые хорошие ощущения свои и весь внутреннее свое содержание я представляю здесь». С 12 по 17 марта в регионе проходит кинофестиваль памяти Александра Роу. Он проходит в 18-й раз и называется «Дети и сказка». Зрителей ждет увлекательное путешествие по адресам сказочных героев, которые были придуманы или жили на территории Ивановской области. В регионе выделено несколько площадок для кинофестиваля. В Кинишме, в Иванове и в Юрьевце. В областном центре будет проходить конкурсные кинопоказы на территории Центра культуры и творчества на улице Карла Маркса. Приходите и следите за афишей, будет много всего интересного. Можно будет ознакомиться с творчеством современных сказочных режиссеров. Еще одно мероприятие будет проходить в выходные воскресенья в Ивановском районе. Там в 12.00 будет проходить смотр-конкурс для любителей инструментальной музыки. Называется он «Музыкальный клубок. Вход свободный». Если вы знаете о каких-то событиях или мероприятиях, о которых нужно обязательно рассказать, пишите и звоните нам. Я надеюсь, ваши выходные будут веселыми. До свидания.